Рыбакит папа рисует. Привет, друзья. Меня зовут Ваня. А у нас в гостях... Артём. Артём уже приходит, наверное, во второй раз или в третий раз, наверное. Несколько роликов мы с ним сделали, так что смотрите, ищите Артёма на нашем канале. Сегодня мы будем рисовать подсказку из грав кальмара. Это самая страшная игра. Папа боится, мама боится, а ты рисуешь с нами. На вочинае бери чёрный фломастер. Я думаю, он идеально подойдёт сейчас. Мы полностью будем человечка кальмара рисовать. Да. И почему будем рисовать? Потому, что я посмотрела сериал. Мне он очень сильно понравился. И захотелось его рисовать. Ужас. Ужас. На крыльях ночи. Все родители боятся. Пугаемся, пугаемся, пугаемся. Начинаем рисовать с капюшона. Я с капюшона начинаю. Как бы капюшон. А в капюшоне ещё один. Может, это внутренний. А ты сверху капюшон ещё нарисуй. Вот такой. И получится капюшон. Самое лёгкое дело. Теперь надо человека нарисовать. Правильно? Сразу так рисуем. Квадратик такой вот такой. Прямоугольничек даже. Длинный прямоугольничек. Это его тело. Самое лёгкое. После этого рисуем ремешок. Ремешок. Потом ноги уже. Ноги тоже продолжаем вниз так делать. Вот так и так. Легко. Легкотня. Дальше вот здесь вот у него ноги сходятся. Вот как-то так. Они толщину имеют. Тоже, я думаю, вы справитесь, ребят. Закругляем. И ботинки чёрные. Самое основное кальмарное рисование. Чем они кальмаров-то похожи? Ужас. Какой ужас. У тебя ножки они вместе, а у меня отдельно. Ну, ничего. Так нормально тоже. Осталось только ручки нарисовать. И потом Артём нам расскажет, почему да как. Ты фанат кальмара игры? Я надеюсь, что нет. Давай ручки рисовать. Вот так вот. Оттопырены они в стороны чуть-чуть. Легкотня тоже. И толщину имеют. Они закругляются. И я понял, это какой-то костюм защитный, да? Нет, просто костюм. Ну, он какой-то похож на защитный костюм космонавта, к примеру. Что ещё есть? Карманы у него есть ещё у нашего игрока в кальмаров. И ещё карман-кальмар здесь есть. И вот так чёрным нарисовать. Всё. Мы почти нарисовали всего кальмара. Ребят, это суперлёгко. Если вы хотите научиться чему-то рисовать, то не учитесь рисовать кальмара. Учитесь рисовать птичку, собачку, человечка, маму, папу. Не рисуйте кальмара. Давай. Теперь нам раскрасить надо. И надо, чтобы Артём нам рассказал, что да как. Расскажи мне про игру. Папа вот никогда не слышал. Не играл я в эту игру и не видел сериала. Здесь можно такой квадрат. В нём ещё квадрат. И его закрашивать не будем. А всё остальное закрасим чёрным. Расскажи, Артём. Давай, давай, давай. Это ж ты пришёл. Я буду рисовать кальмара. Расскажи. Это страшилка? Да. Там страшно? Очень. Тебе страшно, а ты смотришь? Я только одна игру смотрю. И как? Страшно. Страшно? Ну, нравится тебе это? Не так уж сильно нравится. Ужас. Мне кажется, это немножко так страшновато, что ли, как бы так сказать, да? Немножко. Ну, ты как-то стесняешься. Ты всё-таки, мне хотелось, Артём, чтобы ты рассказал, да почему, да как. И почему все ребятам это нравится. Я это не понимаю тоже. Мне хочется узнать, почему тебе это нравится конкретно. Перед роликом мы с тобой разговаривали. Ты рассказал. Я пошёл в TikTok и пошёл в YouTube. И там везде была игра про кальмара. И, может быть, поэтому тебе больше нравится про это, да? Мне понравилось. Как там сериал показывали, был сериал. Я посмотрел, и потом там было название как. И я посмотрел на YouTube. Мне понравилось. Угу. Ну, я бы как бы отдельно сказал бы, что, конечно, это дело такое. Если вам побольше лет, то, ребят, тогда смотрите. Но всегда совет... 18+. 18+. Тем более. А так я советую всё-таки с мамой с вас там советоваться. Что нам надо смотреть, что не надо. Мои ребята ещё не очень про него знают. Всегда просят. Потому, что они слышат ото всех, что игра в кальмар – это супер-классно. Но они никак не могут понять, что это супер-классно. И в основном они смотрят ролики с YouTube. Что там весело, как-то, знаешь, прикалываются над этим. Ну, весёлые шутки, знаешь, истории. Понимаешь, о чём я? Ну, просто весёлые видосы с YouTube про игру в кальмар. Да-да-да. Ну, пока они это смотрят. Я надеюсь, они никогда так и не посмотрят игру кальмара и будут нормальные. Ребята вырастут у нас. Не бандиты. Не бандиты? А там бандиты, что ли? Про бандитов, что ли? Там где-то они с оружием ходят. Да, оружие – дело такое. Ну, ничего. Мы, ребят, рисуем, обсуждаем. Я советую родителям, которые смотрят, всё-таки даже если ребята интересуются, вы тоже посмотрите, узнаете про это побольше. А после этого я, например, с Ромой рисую. Мы, например, лепим. Он рассказывает, что он знает. Потом он рассказывает, что ему ребята рассказывают. Плохо, это и хорошо. Мы обсуждаем. И как-то из этого выходим, что действительно есть такие штуки. И что не очень-то и нравится нам страшилки пока что смотреть. И что мы скоро подрастём, и тогда уже будем. Что? Будем смотреть. И будем смотреть. А я надеюсь, что и не захотим уже, когда сами будем решать, что можно смотреть. Так что игра в кальмары такая штука, что папа сам немножко дрожит от этого. Я уверен, вам, Маша, мама тоже так. Неужели они играют в кальмары? Им они рисуют. Не обижайтесь на рыбакита, если порисуем. У тебя, кстати, классно получается. Верно скрашивать. Ещё только остался капюшон. И игра в кальмары почти готова. И мы начнём начинать. Ребята, там какие-нибудь словечки есть эти? Да. Какие-то словечки? Ну, я ещё не видел какие-то слова говорили. Но всё равно. Там говорили, какой ты знак зодиака из игры в кальмары. Ужас, ужас. А ты какой знак зодиака из игры в кальмары? А там зодиаков-то квадратик, треугольничек и кружочек? А там ещё игроки есть. А этот кто? Не игроки? Это кто? Это охранники. А охранники. Ну, понятно. Мы ещё хотели куклу. Нарисовать? Нет. Нет? А кого ты хотел ещё нарисовать? А, Леона. Ну, я ещё... Да, вполне возможно. Сейчас Леона тоже нарисуем. Так что, ребят, рисуйте с нами игру в кальмаров и Леона. Леона как в кальмара нарисуем. В шапочке. Кальмарный леон. Кошмарный леон, я бы сказал. Кошмарный кальмар. Леонный кальмар. Ну, ничего. Я думаю, мы сейчас быстро порисуем. Потом пойдём домой. Да. И не будем вспоминать страшные рисунки. Вообще рисунок-то не очень страшный. Даже можно сказать, мы с тобой поучились человека нарисовать за это время. Научились тело рисовать, голову. Да, единственное, не нарисовали, как он выглядит. Но всё равно такой кальмарный получился. Игра в кальмара. Надеюсь, мне ещё кто-то расскажет про игру в кальмар. Потому что то, что я всё узнаю про ребят, это от ребят. Это всё вот то, что вы мне рассказываете, я точно знаю. Обычно это мне Катя рассказывает. Назар приходит, рассказывает мне что-нибудь про игру в кальмар или другие. И кто ещё. Ну, и Рома или Павлик. Мол, про Леона это он мне рассказывал. Обязательно сейчас Леон будет. Про Майнкрафт. Про Майнкрафт он любит. У него целая рубрика Майнкрафт. Так что Майнкрафт, в принципе, мы тоже можем порисовать. Расскажи ещё что-нибудь. Артём. Сколько тебе лет? Девять. Девять лет. Учитесь рисовать, как Артём. Он классно нарисовал, старался, раскрашивал довольно быстро. И у нас здорово получилось. Ребят, рисуйте. Не смотрите на кальмаров. Может быть, рисуйте кальмаров на следующем. Как там всё делают? Ну, как там всё делает. Ну, что? Ты так стесняешься немножко. Смотри в камеру этого человечка и скажи «Еее!», всё будет хорошо. Мы все вместе и мы сможем это пережить, и переговорить. и переработать. Так что, ребята, до новых встреч!